МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В стране углубляется финансово-экономический кризис, социальное положение граждан становится все более острым и сложным. Впервые с 1998 года уровень доходов граждан упал за 7 месяцев на 9%. Пол страны живет на 15 тысяч рублей и менее, а растут все тарифы коммунальные, резко выросли все цены, особенно на продовольствие, на главные продовольственные товары, цены выросли на 20-30, а то и более процентов. В этих условиях исключительные значения имели дебаты и обстоятельная работа в ходе выборной кампании, которая позволила бы с учетом региональных особенностей и специфики выработать программу вывода из кризиса каждого региона, а участвовали в выборах 83 региона из 85 и в целом Российской Федерации. Нам казалось, что после того, как всем стране стало очевидно, что чтобы вывести ее из кризиса, нужны принципиальные решения. Но мы не услышали от партии власти таких предложений. Мы предлагали в 21 регионе шли губернаторские выборы. Мы выдвинули 20 своих кандидатов, причем выдвинули очень сильную команду, способную донести нашу программу и соперничать на равных и побеждать. Мы предлагали им провести полноценные дебаты в эфире. В обряде регионов выделили этот эфир, но не один из 21 кандидата от партии власти не вышел в эфир с нами, с нашей командой, которая имеет реальную программу. Мы предложили, каким образом можно удвоить бюджетное финансирование, а его продолжают урезать в области медицины и образования, просто обрезали до ручки. Мы предложили использовать 9,6 триллионов рублей, которые есть в бюджете, но не задействованы. В основном они хранятся в иностранных банках, в американских и европейских, хранятся деньги в тех странах, которые нам объявили санкции, а Америка, по сути дела, объявила финансовую войну. Мы предложили, каким образом можно направить значительную часть этих ресурсов на развитие промышленности, сельского хозяйства, которое влачет жалкое существование, на тушение лесов, которые горели все лето по всему югу Сибири. Мы предложили поддержать тем, кому крайне необходима помощь, это прежде всего дети войны. Их 12 миллионов, Гитлер у них отнял детство, а сегодня нынешняя политика отнимает у них элементарную старость. Средняя их зарплата, средняя пенсия 10 тысяч рублей. Вместо того, чтобы их поддержать, надо было всего 140 миллиардов, 2 триллиона отвалили банкирам, а банки эти деньги не довели до реального сектора. Они продолжают играть на финансовых биржах и прятать эти деньги в шорох. Мы были крайне заинтересованы, чтобы обсудить обстоятельно проблему здравоохранения и образования. Причем все назрело и перезрело. Даже в Москве ситуация становится крайне сложной. Подготовили закон образования для всех. Всем очевидно сегодня, что ЕГЭ, которые придумали Ливановы и Ижа с ними, превращает страну не в растенников. И родители психуют, и школьники показывают плохие знания, прежде всего по русскому языку и математике. И страна остается без профессиональных кадров. Вместо этого не стали обсуждать, а продолжают резать по-живому и уничтожать то, чем гордела всегда Россия и советская страна. На мой взгляд, эти выборы не ответили на главный вопрос. Что нужно делать в стране, чтобы выбраться из тяжелейшего финансо-экономического кризиса? Каким образом решать эти задачи и с какими кадрыми? Ведь выборы, если там проходят полноценные дебаты и соперничество команд, всегда открывают новые имена и новые лица. Мы очень хотели, чтобы наши ведущие кандидаты встретились с своими оппонентами. Наш Левченко побеждал еще в 2001 году в Иркутске. В час ночи мы ввели 4,7%. Вырубили все освещение, потухли все мониторы. В 6 утра он проигрывает 1,7%. Год судились, но в этом суде трудно, чего можно доказать. И в этот раз он уверенно в полтора раза опережает действующего губернатора в Иркутске. Побеждает его Братске, Шелихове, Вангарске. И опять начинается волынка и так далее. Предупреждаю официально местные власти в Иркутске. В этот раз вы не перепишите и не украдете. Мы уже к вам прислали туда 500 дополнительных наблюдателей. Мы все сделаем, чтобы в этой ключевой области Сибири результаты были посчитаны честно и правильно. Такие выборы нужны всем. И прежде всего президенту, который ратует за стабильность в стране. А стабильность с помощью воровства голосов не достигается. А это воровство голосов достигло в Нижнем Новгороде уже запредельных масштабов. Впервые в истории страны там сделали гениальное открытие. В одномандатном округе идут три человека, одинаковые фамилии и имя отчества. Двоим переписали фамилии и имя отчества в течение двух недель. Но большего безумия трудно себе представить. Неужели господин Чуров не мог поправить это безобразие? Или партии-двойники, чего только не написали. Нам доказывали, что будут нормальные демократические выборы. 70 с лишним партий, 50 участвуют в выборах, 40 стоит в затылок зарегистрироваться. Но кому этот нужен дурдом? Кто может перечислить эти партии? Чем они отличаются? И зачем придумали партию КПРФ, называется Казачья партия Российской Федерации? Кто придумал? Почему нельзя поправить? И кто ее зарегистрировал? И зачем ее зарегистрировал? Мы считаем, что упущена еще одна редкая возможность поправить ситуацию. Все сотрело для того, чтобы ее поправить. Крайне необходимый полноценный нормальный выбор. Жириновский мне доказывал о том, что вот хорошо в сентябре, и вдруг я смотрю его выступление на телеканале, говорит, избирателей нет, одни в огороде, вторые на даче, третьи уехали с детьми. Но мы же об этом вам 20 раз говорили. Нормальные выборы можно провести во второй половине октября, или в ноябре, или в марте. Почему вы уклоняетесь от этого решения? Мы унесли 15 предложений по ремонту избирательного законодательства, по более честному контролю, по нормальному соперничеству и диалогу. Я предлагаю вернуться к этому. В целом мы считаем, что прибавили практически повсеместно. У нас очень хорошие результаты в Иркутске, там будет второй тор. Хорошие результаты в Новосибирске. Вот сейчас там завершается подсчет. По крайней мере, локоть, которого избрали жители этого крупнейшего города, он третий после Москвы, Питера, Ленинграда, Новосибирск третий. Локоть прошел успешно на выборах мэра, затем мы проводили опрос. Он удвоил свои результаты, поддерживает две трети населения. И я думаю, в этот раз Новосибирск, этот умнейший, технологически, промышленно-научно, очень развитый город, поддержит нашу партию и нашу программу. Я недавно встречался с руководством Новосибирского академгородка и порадовался. Никаких. Огромная поддержка, внимание. С удовольствием работают над программами развития ВПК. Там 27 крупнейших предприятий, 24 ведущих института академгородка.